эй здравствуйте глупо уважаемые любители вкусно покушать демонстрирую вам классический летный завтрак который делается очень быстро очень вкусно и очень просто ну и тем самым открываем серию лев на и завтраки на канале мечта летать это рецепт моего друга который живет в анси и когда он первый раз готовил это блюдо мы назвали это круассаны пансийский фокус в чем что покупается настоящий вкусный круассан это круассан продается у нас в 10 километрах в обычном супермаркете но только при супермаркете пекарни это пекарня лучше на радиусе бедлежащих 50 километров вы не поверите что обычный круассан можно приготовить плохо и готовить здесь неплохо но просто есть одно место где они совершенно волшебные этого за наши пекарни вот такой курса нужно по вот этой выступающей части вот здесь вот видите взять и аккуратненько разрезать ножом острым так чтобы круассан не разрезался полностью можно было бы его разделить и аккуратненько разделяется вот в таком виде ну и соответственно дальше раскладывается по всем тарелках по количеству персонала я все это заранее немножко подготовил дабы беречь ваше время потому что я могу при вас все это чистить но вам же интересно сам факт что получится так что мы имеем круассаны в бесконечно вкусном количестве листики салата который нужно будет разложить круассаны ветчину и сыр ну и домашние яйца от наших боевых кур в которых мы тоже сейчас заснимем вам попозже завален свежий чай с чабрецом это тоже немаловажный ингредиент тоже должен быть вполне с этим красным должен быть вкусный чай желательно чуть-чуть сладкий то есть я люблю сладкий чай с круассаном пансийский вы можете делать как угодно далее но обычная сковородка я люблю жарить яичницу на газу потому что в этом случае можно дать максимум энергии что требуется приготовление из чтобы в них желток не сварился здесь важно чтобы когда ты вот этот круассан кусаешь желток стекал вот по бороде это самое вкусное что бывает опять же можно поспорить правильно добавлять сливочное масло при жарке яиц я люблю яичницу на сливочном масле хоть у меня там здоровым образом жизни затяжите но по-другому невкусно уже реабилитировали да сыночек кто-то щекотит может муравей и так задача разогреть хорошенько масло на сковородке сливочное масло опасно тем что на горит сразу поэтому время когда нужно разбить яйца и вычисляется каждым поваром по интуиции зашкварчало зашкварчало и принципе можно и будет сейчас уже разбивать так сколько нас там пятеро делается обычно яйцо на человека то есть просто он больше не помещается но можно конечно и жадности напихать побольше в целом достаточно так готова самое главное разбить яйца не желток повредив потому что желток в яичнице пансейски это самое если я разобью яйцо я буду его сам есть неправильно это яйцо от фаверроль это три горна каждый куры это вот этот рыжухи это три шелье по-моему краса на к пансейски кроме круассанов очень важно качество яйцо яйца мы добываем вот у этих кур они питаются живут на открытом воздухе питаются всякой вкуснятиной всякими там жучками паучками кузнечиками зерно ищут сами по себе но безумно любят кошачий корм они ходят к нашей кошки воруют корм и поэтому я показываю что происходит если дать цепи кошачий корм цепа 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 да это это дурень капучино это стрета эспрессо рыжуха еще один дурень решили на и 2 боевых вот самые боевые курицы как вы думаете кто вожак стаи это вот эта курица с ободранным хвостом зовут альфа она самая умная она умеет летать на соседний участок наш там где растут помидоры и воровать все до чего дотянется но очень трусливая и очень нервная склонна к истерическим реакциям сейчас я смотрите раз два три курица очень строгая иерархия альфа и бета строит всех остальных на следующем уровне у нас рыжуха эспрессо и ристретто дальше идет решили я серенькая курица и на самом дне социальные лестницы вот эти вот молодые дурни жирные такие посмотрите какая кура кура а очень красивая летает плохо летает хорошо вот это летает хорошо эти как кур летает готова полетела вот таких кур у нас получается вкуснейшие яйца яйца действительно могут быть вкусными невкусными я честно говоря не сильно думал про это но когда попробовал настоящие вкусные яйца понял что да разница есть и она очевидна зашкварчали яйца и надо чтобы они конечно прошкварчали максимально энергично когда у них не сварится желток яйца можно чуть-чуть посолить но у нас достаточно соленый бекон или там ветчина начинать чуть-чуть поэтому так теперь я люблю свою яйцо перчить кто и любит перчатая перчу меня за это могут опять же закритиковать от перца на яйце идет совершенно волшебный запах как раз вот этого доброго утра соответственно энергетика полная то есть видите что огонь горит полностью я немножко шевелю вот эти яйца на сковородке чтобы подсхватились чуть-чуть в принципе их можно даже с готовым с непрожаренным белком немножко кидать от этого хуже не будет кто-то любит не дожарено степень прожарки до осталось буквально чуть-чуть это место макса то есть почему он бунтует так вот это самое красивое и теперь серёги перцем два с перцем просто красава видите друзья даже рождаются трагедии так кто хочет чуть-чуть маслица в курасан я хочу неправильно ты тоже хочешь сейчас наташки все за 7 блюда считается готовым можно наливать чай самое сложное как его есть я понимаю что сковородки чистить курасаном это в низко культурно но опять же моя идея это показывает как вот бывает когда что-то делается так душой я люблю чистить сковородку курасаном я буду это показывать люблю так есть курасан буду это показывать и мне кажется что многие хотели бы сделать так же только стесняются надо это не надо этого стесняться а главное что сковородка уже чистая практически и из интересных историй мы когда жили давным-давно на горе клементьева и готовили еду все вместе нам оставалась задача лишь помыть эти как казаны и так далее у нас были две собаки шиза ее друг сын шизеныш вот представляли за палатки вот эти казаны собаки их полировали до блеска кипятили воду кипяточком это все обдавали получалось отличное вообще способ мойки посуды ну когда это девушки увидели в общем это было страшно ждала страшно наказание получается горячая яичница она распаривает становится таким нежным и мягким что это все превращается в очень вкусную мягкого воздушно-облачную консистенцию ну и чаще в лицом настоящий английский чай который присылает друг из англии андрей дай бог ему здоровья чебрец который растет в огороде но на аэродроме растет на аэродроме дикий у нас прирученный чебрец вот такой вот завтрак пансийские приятного аппетита ну сейчас я покажу как это едят что вот все это в комплексе теперь нужно укусить и прожевать главное показать как по бороде течет должно быть именно так ну и дальше кто как умеет есть самое вкусное вот в этом желтке который течет по этому круассану смешивается собственно с круассаном в этом все удовольствие не портите его попыткой съесть высококультурно с вилками и ложками мечту есть нужно есть вот так до новых встреч глубоко уважаемые любители есть на канале мечта летать летные завтраки продолжаются главное не опоздать на полеты макс как тебе круассан пансийский вкусно скажи огонь да как вам эта версия ни разу не ел на обалдетно серега а серега уже все съел и мы вообще раздел руки пустые даже я не успел доесть друзья не прошло и 10 минут от начала нашего приготовления круассана уже не круассан нет ничего и прелесть этого завтрака в том что он по сути ну это обед то есть это просто раньше это утром перед полетом вот так покушал и по сути весь день свободен и позволяет реально пережить весь вот недель вот такой веселый завтрак просто круассан чаще кофе это было бы высококультурно много каким там 9 часов утра и тоже наверное французы дальше собственно они едят на завтрак мало потому что они много летят на обед но так как мы улетаем в обед то у нас есть ничего в плане ли если братья еще и плани что то есть то точно не поместишься в плане скоро поэтому приходится так нормально хорошего завтракать попробуйте обязательно вот а следующее что мы будем делать это омлеты блины это тоже авиационный вид так сказать завтрака самый самый-самый традиционный надо было с него начать мы начнем с кроссом до новых встреч